Всем привет! Днепр на связи, 15.25. Ну что, друзья, по официальной информации, во время предыдущего сигнала воздушной тревоги, в Днепровском районе, в пригороде нашего города, было сбито две ракеты, обломки упали на предприятие. Повторение вчерашней ситуации, пострадал 38-летний мужчина, плюс техника и автомобили. Но сейчас хочу с вами обсудить ситуацию. Это сбитие, крушение, авиакатастрофа, назовите это как хотите. В Белгородской области упал российский самолет, был сбит или еще что-то. Пока что это все выясняется. Очень много фактов, очень много спекуляций, очень много лжи вокруг этого вопроса. В частности, в районе 11 дня появилась информация, плюс видео, что в районе Белгорода, Белгородской области, потерпел крушение самолет. Изначально говорилось, что это техническая неисправность. Затем были сообщения о том, что рядом был выход ПВО или след какой-то ракеты. Была версия, что сбила украинская сторона. Затем была версия, что это российское ПВО, ошиблась и перепутала самолеты, думала, что это украинские, они сбили. В общем, такой вот кавардак, каша полнейшая. Издания украинские очень быстро сделали громкие заголовки, в частности, украинская правда. Они написали, что в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. В СССР заявили, что это их работа. Буквально прошло полчаса. Украинская правда уже меняет заголовок, а след за ними все остальные каналы, которые друг от друга копируют новости, уже пишут, что в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Просто упал. К данному моменту уже прошло 4 часа, если не больше. Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет был сбит силами обороны Украины, поскольку еще уточняется информация. Пока что никакой официальной информации ни от одного украинского источника силового, информационного, официального нет. Указывается на то, что, в общем, какая версия России. Сегодня должен был состояться обмен военнопленными. Транспортировались военнопленные в самолете. В частности, в этом самолете было 65 человек военнопленных Украин, граждан Украины. И был самолет сбит с территории Харьковской области, прекрасно зная, что там украинские военные. Как бы вот сбили, самолет упал. Достоименные подтверждения информации я не видел. Есть фотографии с места, я не видел тел. Не могу утверждать, украинская сторона пока молчит. Только Миша Подоляк, он проснулся и говорит, что комментарий по поводу Ил-76 от власти поступит чуть позже. Есть неофициальные различные версии всяких экспертов о том, что это Россия сбила самолет специально. И там трупов, вернее, тел военнопленных там не было, но их привезут, потому что их там закатывали где-то в тюрьмах. И это все продуманная акция, чтобы очернить Украину. Есть такая версия. Есть версия, изначально писали СМИ, затем быстро удалили, что этот самолет летел с Египта. Сейчас пишут, что этот самолет, он взлетал с Белгорода, а не летел в Белгород. В общем, кто-то говорит, что он летел с Московской области в Белгород, вез военнопленных. Честно говоря, очень и очень запутанная ситуация. Крупный информационный украинский канал написал такую вещь, что... Ну и ГУР подтвердило, что сегодня действительно должен был состояться обмен военнопленными. Российская страна сказала, что было два самолета, после того, как первый был сбит, второй развернулся. В нем было еще 80 украинских военнопленных. Ну, вот такая как бы ситуация. Что по нюансам, да, которые указывает этот крупный информационный украинский канал? Он говорит, что на том участке, где был сбит самолет, никто не пригонял там Патриоты, другие какие-то технические средства, которые могли бы сбить самолет. Ил-76 действительно должен был быть рейс Московской области в сторону Белгорода. И пленных действительно могут перевозить сначала самолетами, а потом автобусами. Перед этим многие эксперты сказали, что нет, самолетами военнопленных не перевозят, это или автозаки, или поезда. Вы что, самолет? А вдруг бунт поднимут, куда-то направят там по домам, еще что-то. Ну, вот крупный информационный канал, которому доверяют многие украинцы, говорит, что такой факт мог быть. Собственно, по версии этого канала, Россия пытается демонизировать Украину в лицах своих же граждан, то есть пытается очернить Украину для внутренней украинской публики. О том, что вот запускают ракеты по таким же гражданам, зная прекрасно, что обмен военнопленным, и сбивают самолет, понимая, что в нем везут военнопленных. Ну, как бы, и он указывает, тут надо отдать должное, что в свою очередь хотелось бы отметить изрядную паузу от наших официальных лиц и людей, которые работают на участке. Они не удосужились абсолютно ничего нигде заявить. Ну, действительно, странная ситуация. У нас разведка, не знаю, там, СБУ, они знают, какого цвета трусы на тебе, если им это надо. Привет некоторым личностям, которые вели слежку несанкционированную за мной и еще одним местным блогерам. А потом на мыло скидывали письма светом трусов, в которых мы находились. Да-да, привет тебе, Дима. Я знаю, что ты продолжаешь мониторить, но так как ты ничего не можешь накопать, наверное, получил звездюлей. Я все помню, интернет все помнит. И мы обязательно к этой теме вернемся. Нам будет, что с тобой обсудить. Но сейчас не об этом. В общем, друзья, вот такие дела. Как я уже сказал, ГУР подтвердили, что должна была быть разведка, разведка, обмен военнопленными сегодня. Спикер Юсов сказал, что на данный момент он не произошел. По каким причинам не указывается. Ну, вот такая ситуация. Россия уже полностью выкатила свою версию, расписала. Уже даже Симоньяна публиковала список военнопленных, которые находились в этом самолете. С фамилиями, с именами и так далее. Там один есть нюанс, что многие в том списке, они уже были обменены еще 3 января. Вот как бы вот такая вот там, скажем так, несостыковка идет. Так, многие издания, что еще указывают? Интерфакс, что борт был сбит на взлете. Многие подтверждают, ну, какие там видео, угол, что-то там, что самолет взлетал, и его сбили. Там геолокация места съемки по день ЕЛ-76 указывает, что он летел от Белгорода, а не к Белгороду. Везли пленных на обмен, там указывают, куда? Из Белгорода на Урал или еще куда-то? Там местные, говорят жители, подтверждают, что самолет взлетал, его видели, как он взлетал. Ну, то есть, вот такие какие-то вещи. Очень много пока несостыковок. Ну, очень странно, что наша украинская сторона полностью игнорирует, молчит, при том, что, ну, я уверен, что у них есть данные, информация. Это бросает, реально тень бросает, потому что, ну, надо понимать, что, как, зачем. Ну, вот как-то так. Такие, друзья, дела. Что здесь добавить? В принципе, добавить нечего. Ждем, ждем, составляем полную картинку. И здесь тоже вот идет несостыковка в интернете. Сделал пост Макс Колесников. Ну, там, этот человек, который... Фото с яблоком военнопленный украинский. Вот он указал, что Министерство обороны России заявило, что ИЛ-76 было 75 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Он указал, что это полное вранье. Сказал, что когда его везли самолетом из Брянска в Белгород, друзья, везли самолетом, указывает на этот факт, то на 50 пленных было приблизительно 20 военных полиций российских. То есть 3 охранника быть не может, как это указывает российская сторона. Другой военный, есть такая информация о ВСУ, указывает, он был освобожден в ходе обмена 3 января, указывает, что... Как он написал, грубо говоря, 3 сопровождающих спросили, могло быть такое или нет. Он говорит, что не могу знать, так как у нас были мешки на головах, мы ничего не видели. Ну, пока очень много, друзья, несостыковок этих. Нужно ждать, смотреть. Выводы делать рано. Жаль, что наша украинская сторона вообще никаких выводов не делает, ничего не комментирует. Это для меня лично очень-очень странно. Ну, вот такие, друзья, дела. Ну и, кстати, этот крупный информационный канал украинский написал такую вещь. Он написал, что в любом случае, цитирую, друзья, прямую речь, сдохший экипаж и сбитый Ил-76 это всегда плюс. То есть, в принципе, будет там 65 украинских военнопленных погибших, да и хрен с ним, главное, что самолет сбили и экипаж погиб. О, времена, у нравы. Берегите себя и до нового выхода на связь.